30 должников было приглашено на заседание межведомственной комиссии. Компания «Красная горка» задолжала бюджету порядка трех миллионов рублей. По словам представителя, причиной неуплаты является юридическое ограничение права на вступление в собственность нового владельца. До настоящего времени мы не можем провести государственную регистрацию, ввиду того, что судебными приставами наложен запрет на регистрационное действие. Неоднократно обращались сейчас, в том числе и в судебном порядке. До настоящего времени регистрационный запрет не снят. В связи с этим у меня нет возможности вступить в права управления обществом, поменять директора и оплатить задолженность. Самый большой долг у компании «Мосфрахт». Он составляет более 60 миллионов рублей. Такая задолженность, подчеркивает представитель, незаконно и начислена неправильно. «Мы в среднем выше по отрасли платили в два раза больше налогов, чем в средний показатель Москвы, Московской области, не говоря уже о России. А по налогу по НДСу в три раза. Последние два года этот показатель от четырех до шести раз выше, чем в среднем по отрасли было». Сейчас компания готовит документы в суд и свой долг будет обжаловать. Всего в период подготовки к заседанию межведомственной комиссии девять должников частично или в полном объеме погасили задолженность. «В процессе подготовки было оплачено 56 миллионов рублей. Это порядка 30 процентов задолженности. Видим, что кто-то находится в банкротстве, кто-то уже в судах, кто-то у приставов. К сожалению, сегодня приставов у нас нет». Общая сумма, отработанная в 2022 году задолженности по неналоговым доходам в бюджет Московской области составила более одного миллиона рублей. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».